Сегодня компакт-диски танцев на битом стекле уходят образцовым Дмитрию Алексею, Цветкову Антону, Скородумову Александру и Рахманову Сергею в Москву, Гонастарёву Эдуардов в Катерстноярск, Борисова Любовь в Санкт-Петербург, Клещёв Михаил в город Пермь и Александр Андросов в город Москва. LP «Танцы на битом стекле» уходят Михаилу Степанову в Реутов Московской области, Лыкину Дмитрию Омск по заказу от Андрея Черненко. LP «Группа Крови» и CD «Старт» уходят к Календовскому Данилу в город Киев, Украина. LP «Группа Крови» уходят к Кудрявцеву Валерию в город Пушкино Московская область. Всё прекрасно упаковано и приходит в лучшем виде. Заказывайте, пожалуйста, на адрес чередиски mail.ru. «Старт» — это новые композиторы с Юрием Каспаряном. Группа «Крови» и CD содержит три компакт-диска. Сведение, черновик и дополнительные материалы. Включён буклет. Прекрасное издание, очень редкое. Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего, хочу ответить на вопросы, связанные с чипигом у меня на пузе. Почему у меня на пузе чипига? Дело в том, что когда произошло в Солсбери, Всеволод Яковлевич Гакель написал песню «Full on the Salisbury Hill». И к этой песне он сделал футболку. Это его дизайн. Ну, по крайней мере, его идея. Я должен немножечко исправиться. На самом деле, магнитофон у меня был, маяк, никак не 101, а 001. Это высший класс, переделанный на 38-ую скорость. И вторая моя неточность, которую я должен уточнить. Уточнить. Это извиниться перед Стасом Чешаковым из группы «Кофе», бас-металистом. И действительно, я вспомнил, что драм-машину я из Москвы не возил. Я им привозил ревербератор. Такой маленький, чёрненький ревербератор. Вот я его действительно у друга Жарикова купил для группы «Кофе». Но драм-машину-то, которая потом играла на альбоме «Это не любовь», Стас Тишаков сам привёз из Москвы. В то время у него какие-то были сложности, то ли с билетами, то ли с чем. И там, в общем, сел Станислав Тишаков в локомотив, потому что он закончил леишт. И, соответственно, у него были соответствующие знакомые. Кашляешь, маленький? Станислав сел в кабину электровоза, и его отвезли в Москву. Он там купил драм-машину. Вечером он сел в эту же кабину этого же электровоза, и его привезли домой. Он мне принёс драм-машину и сказал, ну что, Лёша, попробуй научиться на ней пользоваться, и послушай, как она играет. И как только он уехал от меня, так сразу кино и позвонили, типа, давай запишемся. Вот так, что на «Это не любовь» играет машина Станислава Тишакова, которую он сам привёз из Москвы. Вы спрашиваете у меня схему, вы спрашиваете у меня, что за драм-машина. Поверьте, этой драм-машины больше наверняка в живых нет. А если и есть, то мы попросим Стаса Тишакова, чтобы он нашёл эту машину и показал нам. Я очень благодарен вам за ваши комментарии. На самом деле, вот с открытием моего нового канала, у меня в жизни произошло множество положительных изменений. И одно из этих самых положительных изменений в том, что вы, оказывается, очень любите русский рок. И я очень благодарю вас за это. И обещаю вам, что на этом канале всегда будет только правда. А если будут неточности, ну вы уже меня измените, неточности – это не враньё. Но самая главная неточность в том, что на самом деле альбом кино «46» мы записывали в 83-м году, а не в 84-м. В 84-м это уже был период 38, а кино было записано на 19. Если вы будете находить новую фактуру, я буду только очень рад. Помимо всех означенных релизов, которые я могу вам предложить, у меня ещё есть 2 или 3 вот таких вот оригинальные, выпущенные на «Иншеба». Ну, на самом деле на «Мелодии». Ну, посмотрите, здесь буквально мой логотип. Вот. И я вам рекомендую, в общем, если у кого есть желание, пишите, пожалуйста, через диски «Собака Мэйл.ру». Группа «Крови» – прекрасное издание с буклетом, тяжёлая масса, пластинка весит больше, чем полкило. И я думаю, что она будет очень долговечная. На этой пластинке я имею право поставить автограф. Есть ещё одно издание группы «Кино» – группа «Крови». Она состоит из трёх дисков. Диск. Собственно, сам диск группы «Крови» – моё сведение. Потом черновик. Целый диск. Я всю жизнь мечтал послушать этот черновик. Концертная версия альбома группы «Крови», как я понимаю. И буклет. Прекрасный буклет. Редчайшая. Я думаю, что надо не провофлить, потому что на самом деле этого всего очень немного. И истинный коллекционер просто маст хэв. В 1986 году я затеял размены родительской квартиры. Для того, чтобы построить студию в двухкомнатной и там уже записать и кофе, и Юра Наумова с Кинчевым, и записать авиа, группу «Крови», объект насмешек. Когда наступил момент переезда, это был сумасшедший день. Папа заказал большой грузовик, в который нужно было всё отнести. Загружать машину приехала группа «Кофи». В составе Саша Синин, Эдик Нестеренко и Станислав Тишаков. Я купил ребятам бинар. Они загрузили всё в машину. В машине мог ехать только один человек, как я понял. В машину поехали на транспорте. Машина поехала на Гагарина. И тут на Гагарина приезжают Виктор Цой и Георгий Гурьянов. Машина с вещами ещё едет, а Цой с Гурьяновым уже приехали на Гагарина и ждут. Я приехал, встречаю их, приезжает машина. Ну, группы «Кофи» нет, понятно, что шкафы там невозможно вдвоём. И с самого края стоял диван, который мама купила очень давно. И, в общем, тот самый диван, на котором, собственно, Виктор с Марьяной у меня ночевали, на котором. И если бы вы видели эту картину, это просто не передать. То есть, вот этот здоровый, длинный, двухметровый диван, книжка. Они подняли вдвоём на свои плечи и понесли пешком на третий этаж, между третьим и четвёртым этажом у нас квартира была. И как они вносили это, мне даже представить невозможно, потому что я в этот момент тоже что-то брал не очень тяжёлое, в общем, нёс наверх. Но ребята, они прямо вот так вот, как атланты, а очень узкая была лестница, и они как-то вот так вдвоём на вытянутых руках этот диван тащили. В общем, это был совершеннейший кошмар. И когда они его уже втащили в квартиру, тут и приехали ребята из группы «Кофе». Очень мы уже потом в пятером, в шестером достаточно быстро перетаскали всё с машины, потому что нужно было платить, а денег, в общем, не хотели тратить. И поэтому побыстрее, побыстрее. Конечно, квартира была жуткая. В ней жили какие-то люди, и умирали, и там был залгажен потолок, знаете, вот кухонным вот этим жиром, газом. В общем, это было невозможно совершенно. И если бы не друзья-музыканты, которых я пообещал записать на этой квартире, я бы, наверное, там, ну, погряз бы в грязи. Ну, ребята помогли мне расчистить эти авгиевые конюшни, и очень быстро студия заработала. Я пригласил группу «Кофе», потому что я им был должен. Реально, вот не по-братски поступил с ними, что записала группу «Кофе» кино, это не любовь, на их драм-машине. Ну, мы начали работать сразу, и лишь только привезли магнитофон с рикошетом, я не стал записывать рикошета первым, а мы начали с «Кофе», потому что я им был, в общем, должен. И мы сделали прекрасный альбом. Выйдет он сейчас на фирме «Машина Рекордс». У меня будет пластинка, она будет доступна к заказам. Я буду ей барыжить, так что готовьтесь, собирайте денежки. Всё, что отсюда выходит, это раритеты раритетовичей, которые через два года уже просто исчезнут. И их будет, можно собрать только по коллекционерам. В 85-м году у меня случилось самое, ну, важное, может быть, после этой любви событие «Я женился». Сженился я немножечко не по своей воле, меня очень попросили, потому что нужна была прописка, нужна была зацепиться в городе, и меня просто как дурака развели. Но я не жалею об этом периоде, потому что знаю, что всё, что в жизни с человеком происходит, происходит по Божьей воле. И спорить с ним просто бесполезно. Как он захочет, так всё и будет. На свадьбе у меня свидетелем был Саньян, а его жена Тачи на тот момент была свидетельницей. Друзьями были Рыба и Кэт, барабанщица питерская Кэт. Вот, собственно, в таком формате мы и привели эту свадьбу. Может быть, самым важным событием 85-го года оказалось то, что я написал песню «Шприц». Дело в том, что я лечился в поликлинике, и я должен был колоть, ходить в процедурный кабинет и колоть лекарства. В итоге я научился колоть сам, потому что, как отойти от магнитофонов, когда играет музыка, и тут пойти куда-то, там, сидеть в очереди. И у меня был такой бокс, в нём был стеклянный шприц. Я сам его кипятил, сам его стерилизовал, сам гладил салфетку, на которую потом клал шприц с лекарством, оголял задницу и делал себе укол. Так и родилась песня «Шприц». Она не имеет никакого отношения к реальной жизни, потому что в этой песне романтизируется то, чего романтизировать нельзя. Поэтому я считаю эту песню очень маргинальной. И большим чудом, что она вышла на пластинке мелодии. И уж совершеннейшим чудом, что она вышла на пластинке «Машины Рекордс». Пластинок этих очень немного, так что чередистки «Собака Мэлру» заказывайте, я вам вышлю. Подпишу и вышлю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok